НЕВЕРОЯТНЫЕ СОЮЗНИКИ Автор – Ойлен Хит Глава 14. Спасение Грифоны несколько минут возились, прежде чем старый встрепанный птициклюв, которого почтительно называли профессором, не начал надиктовывать ассистентке свои впечатления. Вначале он провел тщательный внешний осмотр, потратив почти полчаса на описание телосложения двуногого существа. Никита Сергеевич то и дело поправлял его, стараясь запутать и избивая с толку ассистентку, что еще больше задерживало вскрытие. Затем наверху послышались крики, громкий топот и перекрывающий все звуки монотонной вой боли и ужаса. Профессор выронил из когтистой лапы скальпель, Грифоны начали беспокойно переглядываться. И вдруг третий Грифон, держащийся в стороне, прямо на глазах превратился в невероятное чудовище. Можно было бы сказать, что одно чудовище превратилось в другое, но Грифон был хотя бы составлен из частей более-менее привычных существ, а то, что предстало на его месте, выглядело сущим кошмаром. Жуткое поджарое существо, словно перетянутое сотнями канатов и жгутов, похожее на дикобраза грива из острых игол, из которой торчало гибкое тело, состоящее, казалось, из одного зачехленного позвоночника. Оно переступало короткими задними лапами, выставив вперед более длинные передние. Две пары маленьких красных светящихся глаз, одна выше другой, прятались в глубоких и темных глазницах. Морда безо рта повернулась к Грифонам, издавая зловещее шипение. Голос доносился изнутри. «Прочи человека, твари пернатые!» «Ёпт!» – пробормотал Никита Сергеевич. «Вот это неожиданно!» Пара Грифонов с негодующим клёкотом отступили от операционного стола. Такое существо они видели впервые и не знали, чего от него ожидать. «Не бойтесь!» – прошипело жуткое чудовище. «Меня зовут Дейзи. Я подруга Ирис, управляю этим сомноморфом и из камеры сомноопыта. То, что вы видите, всего лишь дистанционно управляемое существо. Ирис сейчас будет здесь». Наверху что-то зазвенело, потом грохнуло. Через пару минут стены вздрогнули от взрыва, что-то с грохотом упало и загремело вниз по лестнице, приближаясь. Послышался металлический топот. Дверь лаборатории вздрогнула от мощного удара. Второго удара дверь не пережила. Слетев с петель в облаке кирпичной пыли, она рухнула внутрь помещения. Три фона испуганно сжались, они были всего лишь учеными и явно не ожидали ничего подобного. Высокая фигура в шлеме, из которого торчал грозный, чуть искривленный рог с стальной пилообразной задней кромкой, закованная в вороненную сталь боевого экзоскелета, валилась в лабораторию, огляделась и произнесла голосом Ирис. «Ну что, не ждали?» Димикорн повернулась, перекрыв с собой выход, и одним движением огромного когтистого драконьего крыла отшвырнула к стене обоих грифонов. «Товарищ первый секретарь, вы как, целы?» «Ох, ты вовремя дорогая», — вздохнул Никита Сергеевич. «Эти твари меня едва не выпотрошили». «Хм, вроде целы», — констатировала Ирис, окидывая его взглядом и задумчиво добавила. «О, жеребец!» «О, да куда там, скорее старый Мерин», — отшутился Хрущев. «Сейчас я попробую вас отвязать. Вот дискорд его побери, не получается». Инженер не совладала с непривычно мелкими грифоними пряжками при помощи телекинеза. «Да я попробую», — прошипелся Мноморф голосом Дейзи. «У меня лапки». Он ловко управился с замками, затем поднял одежду первого секретаря и подал ему. «Кажется, эти курицы-кашказады ее порвали. Извините». В прием выпитой двери вошел второй Демикорн в таком же экзоскелете и с двумя объемными баллонами на спине. «Мое почтение, товарищ первый секретарь», — прогудел вошедший. «Я Эйсер, техник из клана Щита». «Рад знакомству, уважаемый эйсер, хотя предпочел бы знакомиться в более подходящих обстоятельствах», — ответил Никита Сергеевич, влезая в брюки. Демикорны при помощи сомноморфа сноровисто скрутили обоих грифонов, привязав их спинами к ножке операционного стола. Все острые инструменты и рестелекинезом воткнуло высокий верхний косяк двери. Сомноморф несколькими движениями выдернул из крыльев у обоев грифонов длинные маховые перья. «Теперь даже если развяжутся, далеко не улетят», — прошипела жуткая химера. «Где принцесса Луна?» — спросила Ирис у сомноморфа. «Чуть дальше, в подземелье, там у них пыточная камера». «Ее пытают? Какого дискорда, Дейзи? Почему не сказал раньше?» Оба демикорна, с грохотом скользя стальными накопытниками по кафелю, выскочили за дверь. Кое-как одевшийся Хрущев, бережно поддерживаемый сомноморфом, вышел след за ними. «Твою же мать!» Никита Сергеевич увидел, наконец, своими глазами, как инженер, могучим ударом задних ног, с первой попытки вынесла стальную решетку. «Ирис, дорогая, если у тебя будет жеребенок, назови его Кузька». «Я подумаю». Голос Ирис из-под шлема озвучал так, будто она улыбнулась. Демикорны ввалились в пыточную. Послышалась возня, несколько тяжелых ударов, громкий грифоний клёкот, пронзительный виск и кудахтанье. Войдя следом, Никита Сергеевич увидел картину, напоминавшую последствия жестокой драки подушками. В воздухе плавали, медленно опускаясь и усеивая в выщербленный каменный пол белые, серые и коричневые перья. Принцесса Луна была заключена в энергетическую клетку. Алые лучи образовывали геометрическую фигуру. Первый секретарь мимоходом припомнил, что ученые называли подобные фигуры какой-то там Эдр. По лучам клетки то и дело пробегали вспышки, при этом принцесса дергалась, как от ударов током. Ирис стояла передними копытами на распластавшемся на полу грифоне. Эйсер пинками и ударами хвоста и крыльев загнал в угол еще одного грифона, одетого в кожаный фартух, измазанный жутковатыми пятнами, напоминающими давно засохшую кровь. «Черт побери, да они что, ухуели тут совсем!» Возмутился Хрущев. «Минутку, принцесса, мы сейчас попробуем вас освободить. Ирис, ты можешь что-то сделать с этой клеткой?» «Попробую». Димикорн легким ударом переднего копыта выбила сознание, излежавшего на полу грифона, подошла к клетке, достала стилус и несколько секунд сматривалась в развернувшуюся в воздухе схему. «Товарищ первый секретарь, нужно что-то железное и острое». Никита Сергеевич огляделся по сторонам, подобрал с пола, видимо, оброненный кем-то из грифонов длинный кинжал и протянул его ирис рукоятью вперед. Инженер взяла кинжал телекинезом. «Сейчас клетка отключится, поддержите принцессу, чтобы не ушиблость». Рущев встал напротив клетки, ирис шагнула в сторону, чтобы не задеть принцессу, и телекинезом метнула кинжал сквозь алые прутья куда-то в угол, загороженной клеткой. В углу полыхнула, вылетел целый фейерверк искр, и алые лучи исчезли, освободив принцессу. Она не устояла на ногах и повалилась на первого секретаря. Никита Сергеевич подхватил ее. Синяя ликорна дрожала, ее колотило зно под пережитого ужаса. «Принцесса, вы целы?» Он попытался осмотреть ее. Ран вроде бы не было видно, принцесса что-то прохрепела. «Ирис, кажется, она не может говорить, и у нее какое-то кольцо на роге». «Это блокиратор магии. Я попробую его снять, только надо связать этих грифонов», ответила Ирис. «Откуда они тут вообще взялись? Что они тут делают?» «Орден, судя по всему, использовал их для всяких грязных и кровавых дел». Прошипела сомноморф, связывая грифонов, подвернувшиеся под лапу ржавой цепью. «Пони по своей природе к таким действиям не склонны. Они же все же народ мирный и добрый. А вот грифоны и хищники – привычные крови и мясу». «Это омерзительно», – пробормотала Ирис. Она достала стилусы и принялась исследовать кольцо, надетое на рог принцессы. «Угу, стандартная схема. Ее использовали еще до сомбры». Инженер ткнулась стилусом в какую-то особую точку кольца, проскочила искра, и кольцо, разжавшись, свалилось с рога. «Спасибо», – прохрепела принцесса. «Дискорд меня подери, что у вас с голосом?» «Йорсет, голубой единорог, магистр ордена. Какая-то печать, видимо. Надо заставить его снять заклятие». «Боюсь, что в ближайшие лет пятьдесят он не сможет ничего ни снять, ни наложить. Принцесса, если вы позволите, я могу посмотреть, как ее разрушить», – предложила Ирис. «Я все же маг-инженер». «Сделай милость», – прохрепела Луна. «Прилегте на бок, вам так будет удобнее». На передней ноге Ирис вдруг ожил радиобраслет. «Ирис – это Клауд. Здесь ночная стража, их много. Вломились в окна первого этажа и требуют пустить их к принцессе. Пропустить?» «К шапочному разбору. Пропусти, не устраивать же побоище с потенциальными союзниками», – буркнула инженер. «Гвардии с ними нет?» «Нет, гвардии не видно». Принцесса Луна забралась на стол и легла на бок, отогнув голову. Ирис внимательно водила стилуса по ее горлу, исследуя вырисовывающуюся в воздухе светящуюся схему энергетической печати, парализовавшей ей голосовые связки. В подземелье послышался топ от множества ног. В помещение ввалились жутковатые существа, похожие на пегасов, но с перепончатыми крыльями, напоминавшие крылья Ирис, и с явно хищными зубами. Они были вооружены копьями и несли с собой сети. Некоторые из них глотнули еще не рассеявшегося слезоточивого газа и были явно не в лучшей форме, но остальные держались достойно. «Именем ночи и принцессы Луны! Ночная Стража! Всем стоять! Отойте от принцессы!» – прошипел их предводитель. «Не стоит, Фестрал! Не надо!» – буркнула из-под шлема Ирис. «Я пытаюсь снять заклятие с принцессы. Ее тут чуть не убили!» «Прочат принцессы, чудовище!» – прошипел тот, кого она назвала Фестралом. «Не мешай, дурак!» – Ирис коротко ткнула копытом в сторону письменного стола, за которым, видимо, обычно сидел на допросах писарь. «Пейсер, останови их!» Второй Димикорн многозначительно повернулся, приподнимая крылья. У него на боках, прикрепленные к экзоскелету, висели два коротких внушительных ствола. Едва ночная Стража успела дернуться, как из стволов с шипением вылетели две тугие струи густой желтой субстанции. Последнее, что увидел Ликтор Шэдоу Сторм, была надвигающаяся на строль Стражников желто-кремовая стена. В наступившей тишине Ирис ткнула стилусом в нужную связь, и принцесса, закашлившись, обрела возможность нормально говорить. «Кхе-кхе-кхе! Спасибо тебе, Димикорн! Вот поэтому я и боялась, что вы принесете свои технологии в этот мир. Снова!» «Постарайтесь пока не говорить громко, надо поберечь связки», – посоветовала Ирис, со щелчком убирая стилус обратно в гнездо браслета. «Что это за магия?» – изумленно спросила принцесса, поднимаясь на ноги и глядя на быстро разбухающий желто-кремовый ком, заполнивший помещение почти до потолка. Изнутри наносились испуганные крики фестралов. Лишь несколько из них, стоявшие в заднем ряду, не попали под струи. Теперь они ковыряли зубами кремовую массу, сплевывая куски на пол. Никита Сергеевич подошел к кремовой глыбе, потыкал ее пальцем и усмехнулся. «Очень сильное колдунство, однако. У нас она называется «монтажная пена». Но только мы ее используем для строительства, и сохнет она у нас не так быстро». «Фиксирующая пена. Мы ее применяем для удержания не слишком сильных, но опасных противников», – пояснила Ирис. «Пенополиуретан с некоторыми добавками для липкости и быстрой полимеризации», – пояснила она для Хрущева. «Угу, я так и понял», – кивнул первый секретарь. «Так, стражники живы?» «Конечно. Мы стараемся никому не вредить бескрайней на то необходимости», – заверила инженер. «А как их оттуда вытащить?» «Нужно специальное зелье. Называется растворитель 646. Или ацетон», – ухмыльнулся Никита Сергеевич. «Ну, или механическим путем выковыривать». «Ваше высочество!» – донесся изнутри глыбы голос фестрала. «Мы не можем пошевелиться! Вытащите нас отсюда, пожалуйста! Ох, доберусь я до этих рогатых!» «Угу, сначала доберись, вояка», – усмехнулся. «Откнулась под шлемом эйсер». «Ликтор, оставьте! Это союзники!» – произнесла принцесса Луна. «Они меня спасли, пока вы где-то прохлаждались». «Гошпожа! Наш штаб блокировала гвардия! Нам пришлось пробиваться с боем!» «Гвардия? Измена затронула гвардию?» Аликорн испытала неприятное потрясение. «Там все хуже, чем вы думаете, принцесса. Магистр Бастион Йорсет готовил полноценный государственный переворот». Ирис достала телекинезом небольшой шарик, включила его и положила на стол. Из шарика донеслись голоса Йорсета, Вайлдшилда и других заговорщиков. «Это звукорп. Прибор, способный записывать и воспроизводить звуки. Разговор был записан вскоре после вашего пленения», – пояснила инженер. Эйсер тем временем расковырял рогом пену и освободил нескольких фестралов, в том числе Ликтора. Вид у ночной стражи был сильно обескураженный, такого они явно не ожидали. Ликтор вместе с принцессой слушал записанный разговор, пока его подчиненные выцарапывали остальных из пены. Фестралы выглядели неважно, пена прилипла к шерсти, которую потом пришлось бревать. «Дискорд их побери», – пробормотала Луна, послушав запись. «Ликтор Шэдоу Сторм. Обыскать все здание. Арестовать всех членов Ордена. Все документы изъять». «Заговорщики отправили посыльного в резиденцию контролуцкого вестника», – подсказала Ирис. «Он понес туда их заявление о захвате власти. Газета уже должна была выйти». «Госпожа, большинство членов Ордена выведено из строя каким-то на редкость вонющим зельем или алхимической смесью», – сообщил Ликтор ночной стражи. «Угу. Эта алхимическая смесь называется хлороцетафенон», – проворчала Ирис. «Все найденные нами в жалах первого этажа одинороги лишились своей магии и находятся в глубоком шоке», – продолжил Фестрал. «Кстати, принцесса, по черному порошку на полу не ходите, и на копытнике эти лучше закопать или переплавить», – посоветовала инженер. «Порошок негатора магии очень хреново выводится из организма. Поверхностное загрязнение можно дезактивировать солнечным светом, но если попадет внутрь, будет плохо». «Ух, блин, весело тут у вас, разноцветные лошадки», – произнес Хрущев. Освободившиеся, кое-как от пены, ночные пегасы вместе с демикорнами отправились зачищать штаб-квартиру Ордена. Ирис, поднявшись по лестнице, выглянула в коридор первого этажа, но тут же вернулась. «Принцесса, в коридоре еще газ не до конца выветрился. Пока идет зачистка, вам лучше побыть тут. Не хватало вам еще надышаться слезогонки». «Пожалуй, это к лучшему», – ответила Луна. «Нам надо успокоиться». Она действительно чувствовала себя не лучшим образом. «Жаль, попорчатого полиэтилена нет», – посветовал Никита Сергеевич. «Очень хорошо нервы успокаивает». «Поли... что это?» – тут же заинтересовалась принцесса. «Такая двуслойная пленка с пузыряками воздуха внутри. Если их сжать пальцами, они так смешно лопаются», – объяснил первый секретарь. «Полопаешь их десяток-два, нервы успокаиваются». «Для этого сойдет любое монотонное занятие с использованием мелкой моторики», – подсказала Ирис. «Пальцев у нас нет, но можно использовать телекинез». Она огляделась в поисках подходящего предмета. «Кажется, придумала», – произнесла самноморф, называющая себя Дейзи. Кошмарное существо указало лапой на грифона, притянутого цепью к столу. «Палач, давайте его щипаем». «О, это идея!» Луна огляделась с жутковатым энтузиазмом и взяла со стола с пыточным инвентарем ручную машинку для стрижки. «Я видела, как вот этой штукой шерсть стригут. Помогите только разобраться, как она работает». «Она под грифонью лапу сделана». Самноморф отпутала грифона-палача от ножки стола, обернула его лапой и крылья цепью и положила брыкающегося птицы-льва на стол. «Вот так нажимаете, и она стрижет. Но надо научиться». Когда через час ликтор Шэдоу Сторм снова спустился в подземелье, чтобы доложить принцессе об окончании зачистки здания, он увидел потрясающую картину. На столе лежал клювом вниз почти полностью ощипанный грифон. Димикорн, принцесса и невиданное ранее лысое двуногое существо заканчивали его ощипывать. А еще одно невиданное чудовище с гривой из игл, похожее на дикобраза, одобревало львиную задницу грифона ручной машинкой для стрижки баранов. Все четверо чувствовали себя замечательно. «Эээ, ваше высочество». «Да, Сторм. Как дела?» Принцесса заразительно зевнула. Она выбилась из своего привычного графика и уже хотела спать. «Зачистка здания закончена. А сейчас приступаем к обыску». «Изымайте все документы Ордена», – распорядилась Луна. «Надо выяснить всех, кто был с ними связан. Много ли пострадавших?» «Серьезно пострадал всего один единорог, ваше высочество. У него сломана нога, неудачно упал. Задержано более пятидесяти единорогов. У всех отмечено полное отсутствие магических способностей», – прошипел ночной Пегас. «Все надышались вонючего газа. Сейчас им промывают глаза и носы. Мы провентилировали коридоры крыльями. Сейчас газа в замке нет». «Это будет им уроком», – полотно ответила Принцесса. «Из Пегасов и Земнопони много пострадавших?» «Более четырех сотен. В основном надышались газы. Сарапины, ссадины. Мы разоружили всех и посадили под замок». «Единорогов тоже арестовать? Это их затея». «Госпожа ночи была настроена решительно». «Разошлите приказ Стражи по всей Эквестрии. Арестовать всех членов Ордена Магов и Орденской Стражи, кто бы они ни были, прежде всего, единорогов». «Где Бастион Йорсет?» «У врачей. Ему изрядно досталось в первые минуты штурма». «Ему достанется еще сильнее, как только я высплюсь», – пообещала Луна. «Посадите его в камеру. Мы отправляемся во дворец. Нам надо отдохнуть, иначе вечером мы не встанем». «Друзья, мы приглашаем вас всех», – она обратилась к Хрущеву и Демикорнам. «Не откажите. Нам будет спокойнее, если спасители наши будут рядом». «Спасибо, принцесса, но уместно ли это?» – забеспокоила Сирис. «Первому секретарю нужна охрана», – подсказала Исер. «Мы не должны оставлять его одного в такой момент. Он едва не погиб в лапах этих фанатиков». «Да, кстати, грифоны», – вспомнила принцесса. «Вот этот ощипанный, палач Ордена». «Мы ими займемся, ваше высочество», – прообещал Виктор. «Никто из Ордена не уйдет от доказания». Он вытянулся и ацелютовал. «Имеем ночи и принцессы Луны!» «Да укроют вас тени!» – кивнула принцесса и снова зевнула, прикрывшись копытцем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова